Так, я тут еду-еду, и вообще у меня какая-то неведомая хрень. Чем же я занимался в Майами эти полгода? Начну, по крайней мере, рассказывать, ну что рассказать, вроде как есть что. Катался, меняю локацию, 40 минут, мне не приходил заказ, потом пришел заказ, там что-то за 2.35, ну, ну, в общем, это просто какое-то издевательство на самом деле было уже. Я вообще не понимаю, как это произошло. Пюрешка с тунцом перемешиваем, это, кстати, очень вкусное пюре. К сближению лета становилось все, в общем-то, тяжелее и тяжелее. Я с утра с 9 до 5 работал в мебельной компании, потом подтаксовывал, и Amazon Flex зарегистрировались, я развозил посылки. Если кому-то интересно, я, кстати, могу снять видео, возможно, даже сниму. Достижений немного. Здесь доска вылетела. Это что за жесть такая? Так, ну что, вот я приехал, что зовут Каффмана, забирать новенький трейлер. Я тут уже был в ноябре, по-моему, что ли, когда мне дали другой трак, более новее, я забирал новенький трейлер. Но сейчас вот еще раз сюда приехал. Ах, 774 мили я проехал. Сейчас буду забирать. Вот они, трейлеры, все раз, два, три, куча большие, тройки. Это какие-то флэпбетики, платформы и так далее. Разные вообще, низкие, высокие. Пока ситуация следующая, в общем, врачом, как обычно, приключения начинаются. Не без этого. Я приехал в Каффман, нашел Джеймса, чувака, который, ну, типа, наш менеджер. Он сказал, говорит, мне никто не звонил. Говорит, я вообще не в курсе, что ты должен был приехать сегодня. Ни хера себе, я не в курсе. У меня первый трейлер будет готов, в лучшем случае, завтра, либо послезавтра. Второй на следующей неделе и третий еще через одну. А не так, как изначально мне было сказано, что я забираю на этой неделе все три трейлера подряд. Ну, короче, пошел что-то выяснять, пока не знаю, но, в общем, ситуация на данный момент такая. Ну, я не удивлен, естественно. Тут без приключений в этой работе никак. Сейчас 40 минут, я подписал, что тут инвойс, забрались. Один трейлер я сейчас заберу. Сейчас буду заезжать и грузиться. Как обычно, решили. Лень, 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 лень. Американская лень. Так, вот они наши три трейлера с двумя запасками, отлично. Право, да. А, трейлеры здесь. Да, да, да. Спасибо, Джеймс. Новенькие трейлеры. Тормоза. Рэмпы еще надо взять обязательно. Страпы. Все новенькое. Так, ну что, новый прикол. Оказывается, что я сейчас повезу вот эту вот всю конструкцию в сборе. Все три трейлера. Я что-то немножко с этого охренел, честно говоря. Ну, прикольно. Я не был, конечно, к такому морально готов. Так, мне нужно закрепить каждое колесо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре колеса. Здесь мне нужно закрепиться по диагонали. И там мне нужно закрепиться по диагонали. Но сейчас придется попотеть. Контент начинается. Так, повторюсь еще раз. Хух, я повезу вот эту вот всю сцепку вместе. И сейчас мне надо очень хорошо все это закрепить. Страпы какие-то галимые. Так, хорошо. Это есть. Все это еще тут на высоте. Держась кое-как за решетку. Ну, блин, ну, прикольно. Такого опыта у меня еще не было. Тут уже точно никакая стежка. На страпе какое-то говно. Пока что только два колеса. Жара еще такая. Так, ну что я, естественно, весь мокрый. Страповался следующим образом. Колеса заднее и переднее. Там, соответственно, точно так же. Там и там. Здесь среднее с нижним крест-накрест. Верхнее со средним крест-накрест. Голова. Голова точно так же. Сейчас вот эту вот всю связку я и повезу. Так, рэмпы мне погрузили. Раз-два. Раз-два. Замки есть. Ключи есть. Все, сейчас буду цеплять трейлер и выезжать. Фух. Теперь самое интересное. В последний раз я это делал полгода назад. Здесь светится, 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 светится. Забыл я уже, каково это. Так, сейчас встану вот сюда я в тенечек. И перестропую. Да, он все правильно сказал. Я немножко, я все в одну сторону застраповал, а надо в противоположную. Пойти поработать еще немножечко. Да, все правильно. Мне надо поменять вот эти страпы, чтобы они были одна в эту сторону, а эта в эту. И тут, соответственно, точно так же. Сейчас переделаю. О! Попсиколки. О, животворящий, горячий. Фух, я окончательно мокрый. Я, честно признаться, вот такой истории я просто не ожидал. Просто не ожидал. Я должен был, как я точнее понимал, что я приезжаю сегодня, забираю трейлер, везу его на ярд, скидываю, приезжаю, забираю второй, скидываю, приезжаю, забираю третий и скидываю. Оказалось, судя по всему, что у меня будет вот таких вот три ходки. Это будет 9 трейлеров. Я, конечно, когда думаю, говорю, вы собираетесь снимать два этих самых? Он говорит, в смысле, куда снимать? Я говорю, ну, я же повезу, какой, я повезу нижний. Он говорит, нет, ты повезешь все три. Говорю, как все три? Он говорит, ну вот как, типа, как они есть в стаке. Типа, вот в стаке, в цепке, вот так вот, короче, вот так. Он говорит, стропуйся, типа, и все. Ну, в общем, все это заняло у меня где-то час 15. Ну, не считая того, что я сюда приехал, в принципе, в 3 часа, спасибо. Я сюда приехал в 3 часа ровно, просидел здесь час, пока там что-то бумаги туда-сюда. Изначально было вообще-то что-то не готово. Короче, там кое-как. В общем, бумаги я получил, и вот вся эта строповка у меня получилась где-то час 15. Значит, все проверил. Это аварийный тормоз. Крепится он сюда, к пятому колесу. Но однажды меня полицам, и первый полицейский, который меня остановил, он мне сказал, что это нельзя так, потому что если отлетит пятое колесо, хотя как оно отлетит, я вообще без понятия. Он мне сказал, что нужно крепиться куда-то к раме. Ну, да бог с ним. Аварийный тормоз. Пин защелкнулся, все классно. Проводка. Питание. И лапа. Лапа мне помог этот мексиканец. Все, застраповался. Следующим образом этот Джеймс сказал очень правильно, да, что если у меня сзади смотрят это назад, страпы, то сюда мне должны они смотреть вперед, чтобы они распирались в разные стороны. Соответственно, я перестраповался. То есть здесь крест-накрест, там крест-накрест, верхний к среднему, средний к нижнему. Колеса. Крайние колеса. Здесь, соответственно, там. с обеих сторон. В общем, 8 страп на колесах и 8 страп здесь. Все, рэмпы я проверил. На верхних рэмпах, кстати, они забыли ключи. Мне их сюда прицепить. Хорошо, что я залез, проверил. Вот, аварийные тормоза есть, все есть. Страпы на все комплекты есть. Номера он повесил. Все, у меня полный порядок. Сейчас я еще раз проверяю. Еще раз проверяю свет. И выдвигаюсь в путь. Ехать мне, соответственно, столько же, 770. Там 5, что ли, миль. Ага, так, лампочки загорелись. Здесь лампочка горит. Светится. Здесь у меня фонари светятся. Номер светится. Так, здесь светится. Здесь боковой светится. Габариты светятся. Все хорошо. Теперь надо включить аварийку. Проверить поворотники. Здесь у меня спереди свет есть. Работают. Все хорошо. Все, ребята, отлично. В общем, вот такой вот у меня первый трип получился. Еду обратно в Чикаго. Поддержите, поддержите лайком. Подписывайтесь на канал. Многие смотрят, не подписаны. Опять-таки, начинается, начинается новая история. И, наверное, в этом же выпуске я сейчас по дороге расскажу, чем же я занимался в Майами эти полгода. Начну, по крайней мере, рассказывать. Ну, что рассказать, вроде как есть что. Достижений немного. Я погнал. До связи. Так, приехал на заправочку. Надо проверить страпы. Проехал, не знаю, мир, миль, наверное, 50-60. И поужинать. Вот, тут все хорошо. Очень надеюсь, что у них есть кипяток. А, нет, пара идет кипяток. Отлично. Так, ну, на ужин у меня будет пюрешко. Пюрешко с тунцом перемешиваем. Это, кстати, очень вкусное пюрехо. Прям очень. Иногда я даже дома такую пюреху себе довариваю. Прям максимально похоже на настоящую, на натуральную. Главное очень тщательно перемешать это все. Это пюрехо с сыром. Четыре сыра. Очень вкусное. Есть еще классики. Я беру только вот классическую и тут-то четыре сыра. Иногда мне даже просто классическая нравится гораздо больше. Вот это четыре сыра тоже вкусное. С сырком. Прям там пармезан, что-то еще. Готово. И теперь сюда же отправляется тунец. С маслечком. Обычно я делаю в этой штуке. Я ее помыл. И что-то уже мыть второй раз не хочется. Вот такой вот ужин получился. Так, ну что, ребят. Буду ужинать. Вот такой у меня получился ужин. Пюре с тунцом. Траки гоняют. Ни хрена, наверное, не слышно. Трапы проверил. Все закрепил. Все на самом деле очень четко. Все хорошо. Времени 8 часов вечера. Как раз сейчас ужинаю. И еще часика, наверное, 4. Я сегодня 3,5 проеду. Приму душик, потому что сегодня употелся я несколько раз. Ехать мне порядка 10. Я думаю, что сегодня 4. Завтра добью 6. И будет отлично. Кушаю и поехал дальше. Так, ну что ж, следующий день. Времени уже 11 утра. Я сегодня прекрасно выспался. До 8 часов я поспал на экзите. Проснулся. Доехал на тракстоп. Позавтракал. Кашкой. Попрыгал на скакалочке. Рекомендую, кстати, тем, кто на траках. И сходил в душик. И вот уже еду. Осталось мне 380 миль. Разгружаюсь. Отцепляю всю эту сцепку. И сразу же еду обратно на этот завод в Кентаке за второй тройкой игроков. Виды классные. Погода шикарная. Просто поля. Я сейчас вагаю. Так, я тут еду-еду. И вообще у меня какая-то неведомая хрень. Как так получилось. Я, честно говоря, просто в шоке. Только что заметил в заднее зеркало. У меня светила одна ремпа. Я вообще не понимаю, как это произошло. Примерно во сколько это все произошло? Минут 5-10-5. 4-5. 10-5 утра. Я просто не понимаю, как это случилось. Здесь замки. Замок срезало. Ну, не должно было срезать замок. Блин, хорошо, что она не улетела никому в лабаж. Или вообще хрен знает куда. Блин, она могла вылететь запросто. На кочках. Как это вообще? Так, а замка у меня... Замка у меня нет. И здесь еще и ключ был. Здесь еще домок был с ключом. С ключами от этих замков. Как это произошло? Я просто не понимаю. Здесь доска вылетела. Это что за жесть такая? Это хреновая дорога. Вот, блин, я... Я ехал. Просто все в кочках. Здесь замок есть, здесь замок есть. Доска тоже скоро вылетит, блин. Потому что кому-то может прилететь в лабаж. Что за хрень-то такая, а? Так, ладно, я сейчас стропую. Страпы, вот эти очень хреновые страпы. Они какие-то бракованные. Или что я когда страповался? Вот эта стропа опять отстрелила на ходу. Вон она, свободная. Я второй раз ее уже поправляю. Блин, так можно попасть. Очень сильно и очень жестко. Я так сделаю. Но на всякий случай сейчас затяну все равно с рукой. О, она просто... А, ну это та самая бракованная. Она просто прокручивается. Она тут держится. Причем я проверял. А та доска просто лежала. Просто лежала на сетке. Как она не слетела, я, честно говоря, вообще не понимаю. Либо это произошло буквально вот только что. Что скорее всего. Так, два с половиной часа мне ехать. Еще 130 миль. Блин, ну это... Это стримота. Я вот взял заднее верх в зеркало. Увидел, как она у меня торчит. И, честно говоря, просто... Просто охренел. Но, слава богу, что заметил вовремя. И ничего плохого и дурного не произошло. Еду дальше. Так, ну что, отстегнул я трейлер. Точнее, три трейлера сбросил. Максимально быстро, чтобы не терять времени. Вот уже выехал. Выехал обратно. Ехать мне опять в 12 часов 770 миль. Обратно на завод Кауфмана. Завтра забираю еще такую же сцепку. Три трейлера. Везу в Чикаго. Еду обратно на завод Кауфмана. В субботу забираю еще три трейлера. Опять в Чикаго. В воскресенье должен выгрузиться. И опять еду на завод Кауфмана. Забираю уже только один трейлер для себя. И уже, по идее, пока что план такой, грузиться уже машинами в понедельник. Пока особо ничего интересного. Расскажу по пути. Наверное, завтра будет достаточно много времени. Расскажу по пути, чем же занимался в Майами. Снова приехал на завод в полчетвертого дня четверга. Сейчас буду забирать еще одну тройку трейлеров. Спасибо, чел. Очень приятно. Красавчик. Просто. Забираю еще одну тройку трейлеров и выезжаю в Чикаго. Так что я гружусь. Гружусь по-быстрому. И выезжаю, дабы не терять времени. Так, ну сегодня гораздо побыстрее. За 15 минут примерно справились с бумажками. Сейчас я вот уже заезжаю. Уже заезжаю на территорию. Все, и буду строповать. Буду строповать. Я думаю, что... Я уверен, что в этот раз уже получится все гораздо быстрее. Во-первых, я уже знаю, как. О, наконец-то мне открыли гейт. Появилась задачка не из легких. Мне в субботу, послезавтра сюда нужно будет приехать до 10 утра. Потому что они закрываются в 12. Пока там туда-сюда. Ну, короче, 10. Это, ну, максимум пол-одиннадцатого. А это будет не так просто. Наши две стопки, две сцепки. Так, ну что, я застраповал. Все застраповал. Получилось, конечно, гораздо быстрее. То есть я приехал в 3.30. А сейчас там что-то минут 15 ждал. Короче, полчаса у меня все это заняло. Да, порядка полчаса. Все застраповал, все проверил. Сейчас Джеймс не прикручивает номера. Номера на трейлеры. Раз. Сюда еще один. Сейчас прикручивает на этот. Клеит стикеры с инспекциями. Подготовил уже замки. Сейчас привезут рэмпы. Я ему уже сказал по поводу того, что замок обломался. Он говорит, ну, такие замки я ничего поделать не могу. Вот, ну, сейчас еще раз буду все проверять. По пути забрал ручки для трейлеров, потому что отваливаются, теряются ручки. Сейчас покажу, как они выглядят. Собственно, вот эти вот ручки от трейлеров, ну, которые поднимают лапы. Вот. Забрал 6 штук. Одна ручка стоит 20, 25 баксов. Так, это документы на прицепы. Вот, сейчас жду погрузчик. Должен привезти мне рэмпы. Поднимут мне трейлер этот, чтобы ручную лапами их не крутить. Сейчас просто погрузчиком поднимут, лапу выдернем. Так, все пристегнулось, все четко. Осталось маленькие штришочки. Так, все зацепил. Галорийный тормоз, как обычно, проверяем. Тут проводочки я хроматом подтянул, лапы закрыли. Проводка, пятое колесо захлопнулось. Все четко. Так, отсюда страпы, отсюда страпы. Все ушли на крепеж. Сюда надо положить вот эти ручки, чтобы они не гремели. Так, рэмпы, рэмпы. Две есть, четыре еще здесь. Так, ну в целом, в общем-то, все. Чего они мне сейчас рэмпы закинут? Я замки проверю. На всякий случай, я думаю, что я сейчас просто по две рэмпы каждый застрапую, чтобы не произошло так, как вчера. Потому что вчера, я честно говоря, у меня там так сузилось, что иголочка бы не пролезла. Да и ну, стрёмно, стрёмно. Просто можно попасть очень, очень жестко. Еще проверяю сейчас все, всю электронику. И все, и, собственно, в путь. Потому что времени у меня, на самом деле, очень-очень мало. Мне надо максимально сегодня проехать. Мало поспать завтра. Короче, мне надо в субботу здесь быть к десяти. Поэтому у меня будет на сон не шесть часов, а где-то, наверное, ох, даже не знаю, четыре-пять, наверное, е. Короче, еду по максимуму. Итак, доброе утро. Суббота, 10 июня. Приехал я на завод в третий раз ровно десять часов утра. Ровно. Просто идеальный расчет. Идеальный. Поспал я где-то четыре с половиной, четыре с сорок пять, может быть, где-то так, четыре с половиной-пять часов. Но расчет просто идеальный. До минуты. На восемьсот миль я считаю, это успех. Все, сейчас забираю третью сцепку, три трейлера, выдвигаюсь в Чикаго. Сейчас мне главное загрузиться, и дальше я уже на расслабоне. Я сегодня вечером приеду в Чикаго. Могу приехать вечером в Чикаго, но особо торопиться не буду, потому что разгружаться я буду завтра в районе восьми-девяти утра. И, соответственно, выезжаю пустой обратно сюда на завод. Тоже на абсолютном расслабоне, потому что мне нужно будет забрать уже в понедельник. Восемь утра, трейлер для себя один, и сразу еду грузиться. И тут новые новости. Забираю во вторник. По идее, должен забрать стажера. Так, ну что ж, выехал я с последними тремя трейлерами. Загрузился буквально за час, очень быстро справился. Вот, сегодня еду так, на релаксе, потому что завтра у меня прибытие в 12 часов ночи. Но у меня разгружаться только завтра утром, там в районе восьми-девяти-десяти утра, где-то так. Вот, поэтому я сегодня не спеша и высплюсь хорошенечко. Ну и что ж, как раз хотел рассказать, чем же я занимался в Майами. Почему я ушел с трака, я рассказывал в предыдущих видео. Можно посмотреть. Вот, почему же теперь я все-таки вернулся. Значит, я ушел с трака 19 декабря прошлого года по ряду причин. Рассказывал я в предыдущих видео, опять-таки. До 5 января, наверное, где-то я отдыхал и даже, в принципе, не задумывался по поводу того, что там какая-то работа, еще что-то такое. Я был уверен, что я там со своим относительно неплохим уровнем английского языка, то есть, как бы, я могу с любым человеком объясниться и, в принципе, всех понимаю. Вот, поэтому я был уверен, что я себе найду работу какую-нибудь, потому что минималка, по крайней мере, на момент октября месяца прошлого года была 15 долларов. Вот, закончив работать на траке, я просто, я 19 декабря, по-моему, или 20 я приехал домой. Там был Крисмас, потом Новый год, потом приехали друзья у меня с Одессы, я их встречал, там они прилетели 31 декабря, там помог квартиру снять, ну и там с документами, там и так далее. В общем, числа 5 января после Нового года я начал искать работу, да и денежки очень быстро заканчиваются в Америке. И оказалось, что не все так гладко и хорошо, как я думал. Минималка была уже там 11, были выпуски, где я, точнее, один выпуск, я пытался работать в доставке Uber Eats, мне там согласовали, потом мне подключили такси, я работал в лифте. Лифт службы такси, типа Uber то же самое, но лифт и вроде как берет меньше комиссию. Поначалу было даже как-то и неплохо, то есть, а точнее сначала я еще устроился в мебельную компанию, сначала в цех за 150 долларов в день, просто помощником там собирать там мебель, пилить, собирать там и так далее, и так далее. Вот, потом я с руководителем этой компании, мы переговорили, я предложил ему развивать бизнес, этот мебельный, там создать соцсети, фейсбуки, инстаграмы там и все остальное, предложил как бы все это вести. Вот, на чем мы и договорились, я переехал из цеха в офис. Я работал в пятидневке, с понедельника по пятницу, с 9 до 5, получал я за это 200 долларов в день. Занимался соцсетями и также мы договорились о проценте с продаж. Вот, я пытался, соответственно, продавать кухни, занимался соцсетями, занимался закупками материала, каким-то упорядочением склада, ведением склада, складских позиций, ну и так далее. То есть, как бы, что-то такое в совокупности общее и завхоз, и, значит, СММщик, и продажник, в общем, все в кучу. И все это было за 200 долларов в день ставки, ну и плюс процент продаж, которых так ни одной, к сожалению, и не получилось за, наверное, месяца 2-3. И приближалось, к приближению лета становилось все, в общем-то, тяжелее и тяжелее. Я с утра с 9 до 5 работал в мебельной компании, потом подтаксовывал. Вот, потом, значит, и Амазон Флекс зарегистрировались, я развозил посылки, если кому-то интересно. Я, кстати, могу снять видео, возможно, даже сниму, когда уже буду на, ну, отдыхать на неделе. Возможно, сниму отдельно Амазон Флекс. В принципе, ну, когда как, можно было там делать даже и 200 долларов в день, и с такси можно было делать и 250. Но с приближением лет становилось все хуже, хуже и хуже, и работы меньше и в такси. В такси стало совсем плохо, там, первые 160 поездок, которые лифт обещал, было как-то даже хорошо. То есть можно было, там, то есть можно было получать, там, где-то 22-25 долларов в час. Вот в мае стало совсем плохо, там, 17-18, и то ты там стоишь по... Я один раз прождал заказ, при этом я просто катался, меняя локацию, 40 минут мне не приходил заказ. Потом пришел заказ, там, что-то за 2.35. Ну, ну, в общем, это просто какое-то издевательство, на самом деле, было уже. А поначалу, там, в марте-апреле было относительно неплохо. Вот, ну, как бы и так это все как-то сходило на убыль. И, а за квартиру платить надо, мы переехали в новую квартиру в начале мая, перед моим днем рождения. Тоже сниму отдельный обзорчик на квартиру. Ну, и, в общем, понимая то, что надо шевелиться, то есть, как бы, там, работая в Майами, вот на этих, там, на Амазонах, в такси, это просто режим выживания. То есть это можно было там, ну, это только вот на какие-то непосредственные потребности. Там, оплатить машину, оплатить квартиру, там, коммунальные услуги, телефон, интернет и, собственно, и все. Ну, и на еду, там, и то тоже уже так. То есть, как бы, ну, это вот чисто выживание. То есть, там, в районе 4 тысяч долларов можно было в месяц заработать. Ну, и, как бы, и все. Это просто выживание, поэтому было принято решение вернуться на тракт, дабы подзаработать денег, чтобы что-то там отложить. Мы, кстати, с другом, с Янисом, с которым мы сдружились по рыбалке, это был у меня в выпуске, вот я его, собственно, буду стажировать. Он тоже собрался на тракт, я во вторник его забираю. Вот, мы с ним решили, значит, открыть компанию по полировке фар, детейлингу и всего остального. Уже даже начали этим заниматься. Вот здесь прикреплю ссылочку в инстаграм на страничку. Полировка фар с выездом, детейлинг и не только фар. То есть, ну, в принципе, полировка автомобилей, детейлинг, чистка и так далее. Вот, и хотим заниматься этим, будем развивать инстаграм, рекламу параллельно. Будем стараться всем этим заниматься, как бы это то, чем хочется заниматься. Но нужны, естественно, как и в любой другой бизнес, нужны вложения. Ну, в общем, примерно вот такая вот история. Вкратце, чем я занимался эти полгода в Майами. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой инстаграм. Я стараюсь отвечать абсолютно всем в директе, да, возможно, как-то там с задержками. Потому что иногда очень, ну, иногда бывает, что барахлит директ в инстаграме. Я не знаю, по каким причинам. Вот, но тем не менее, у меня как-то почему-то то пропадают, то появляются сообщения. Вот, но я стараюсь отвечать абсолютно всем. Можете писать комментарии, пишите комментарии здесь. Я отвечаю каждому человеку, отвечаю в комментариях в Ютубе под каждым видео. Все комментарии читаю, на все отвечаю. Поэтому подписывайтесь на канал. Поддержите, пожалуйста, это видео. Я надеюсь и буду рассказывать по максимуму, что происходит на траке, какие рейты, какие сейчас гроссы, цены, топливо и так далее, и так далее. Поэтому еще раз подписывайтесь и надеюсь, что всем будет интересно и вы меня не забыли. Спасибо, что смотрите. Всем удачи. Так, ну что ж, воскресенье, воскресенье утро, 9, 9.40 утра, наконец-то, наконец-то я привез третью партию трейлеров. Сегодня прохладно, где-то в районе 15 градусов, наверное, в футболке, в рубашке моросит дождь. Ну, Чикаго, одним словом, при этом, что сегодня 11 июня, лето, лето уже в разгаре, но прохладно. Вот, сейчас мне надо разгрузиться. Тут что-то какая-то полиция стояла, а, ну, они... Окей, сейчас надо разгрузиться. Я вот здесь припарковался, мне сейчас вот отсюда... Короче, мне надо заехать жопой вот сюда, задом. Кадиллак стоит. Вот, мне надо сейчас убрать вот этот вот... Вот этот трак. Это специально его там, им подперли. Трейли, да, собственно, вот у меня... Я сюда уже приезжал позавчера и... И во вторник. Или когда там, в среду. Во вторник, да, вторник, четверг, суббота. В общем, в общем, сейчас надо убрать вот этот вот трак. И заехать сюда задом. Здесь я вот сюда привез одни, первая тройка и вторая тройка. Так, ну что, супер, просто супер. Идеально встал. Ключи одни есть. Так, вторые ключи тоже есть. Выкручиваю лапы. Надо что-то подложить. Как обычно. Ну, на самом деле, не самая плохая погода. В шортах комфортно. Не жарко. Для разгрузки и погрузки отличная погода. Не жарко, если бы еще не было дождя, было бы вообще отлично. Интересный замок. Тут просто этим ключом выкручиваешь винт посуды. Я даже и не знал, на самом деле, что это так. Вот сюда отсоединили. Нам нужно его поднять до тех пор, пока мы вот здесь вот не увидим, между вот этой белой прокладкой и трейлерами, мы видим щель. Так, ну вот, щель есть. Я не знаю, видно ли на камеру. В общем, она есть. Теперь, соответственно, можно это дело отсоединять. Оп, и все, и трак. Трак сам выехал. Собственно, все. Я могу выезжать себе спокойно. Фух. Могу спокойно выезжать. Все, готово. Замок висит. Трейлер не отстегнул. Все, сейчас загоню тот компанейский трак обратно. И все, я выезжаю. Выезжаю опять на завод. Я планирую там быть завтра в 8 утра, потому что они начинают работать, собственно, с 8 утра. Я хочу максимально, максимально раненько туда приехать. Ну, впрочем, если сейчас... Сейчас 10, 10. Начало 11, 10 часов, 10 утра, как раз. Ой, 10 часов, 10 утра. Отлично. 10 утра, 10 минут. Ну, короче, вы поняли, наверное, я надеюсь. По идее, сегодня там к 12 как раз и буду. Высплюсь, отлично. Завтра забираю, в понедельник забираю трейлер. Свой уже только один, уже не вот эту вот историю. Забираю только один трейлер и начинаем грузиться. Будет мой первый рейс уже с машинами. Едем во Флориду. Мне надо выкинуть чемодан, а главное забрать Яниса, стажера. Товарищ будет тоже, тоже будет работать на траке. Я вот буду его обучать. Так что так, я погнал. Спасибо, что смотрите. Наверное, там первый рейс это уже будет в следующем выпуске. Тем не менее, как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, поддержите это видео. Потому что действительно я стараюсь. Есть монтажер. Вкладывается, и вкладывается, и вкладывается. Просто нажать там лайк, это не так сложно. Спасибо еще раз. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»